а сейчас уже все похоже в машине то полный багажник я вчера ну что-то пока поремонтил за сюда кодистички не уже рубит все поужина блин что-то вообще капец похоже не переживали что меня там где-нибудь остановят за счет вирус но как хотите все надо с сыном с дочкой поехали до ограждения доехали которые приехали где она куда право уходит ага вон там вверх а вот там лох ага по этому логу и вверх проваливаются а и 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 дамы и всем привет вы на канале сибирский бродяга с вами вновь я евгений ну что ребят по всей стране вели этот чертовый карантин выдумали какой-то коронавирус я вообще не могу ребят надо же вообще этот коронавирус я вообще в это как-то не особо в это я верю что ну да он есть но это обычное ОРЗ острое респираторное заболевание просто со осложнениями вот ну а что друзья решил уйти подальше от людей подальше от карантина в общем как друзья известно тайга это лучший изолятор от всяких этих вирусов и поэтому друзья я сегодня пошел в лес кемпинг бушкрафт в общем взял с собой кемпинговую палатку взял печку с собой в общем снаряжение солнечную батарею правда что-то солнце сегодня облачно но температура на улице достаточно теплая снег уже ребят тонет уже черима такого нету что можно там свободно где-то гулять по снегу лазить в общем снег уже местами ребят тонет вот ну а сегодня я буду ребят отдыхать буду что-нибудь строгать буду вырезать сегодня попытаюсь вырезать ложку вилку в общем ну в общем будет сегодня маленько такое познавательное развлекательное видео думаю ребят вам понравится я пошел ровно на сутки вот вот сегодня день и завтра ребят день в общем вот ровно сутки у меня будет палатки в моей палатка друзья алтай кэмп и печка алтай кэмп мини если кому интересно чтобы вы друзья не спрашивали это не реклама кстати знаю что некоторые спрашивают там что у тебя за палатка что у тебя за ножик что у меня за костюм там вот чтобы вы этого не спрашивали ребят я буду оставлять ссылочки в описании под этим видео вот ну а сейчас друзья будем заготавливать дрова будем топить печку будем сегодня готовить будем сегодня жарить в общем друзья будет интересно не переключайтесь вот сейчас затопим нашу печушку скипятим чайку ну а дальше ребят будем смотреть будем пилить дрова так как ночь у нас будет длинная и нам надо чтобы было тепло вот так вот уже тонут мои ноги уже проваливаются достаточно серьезно а а а а а но уже ребят и в тайге покоя нет вертолеты залетали опрыскивают наверно от коронавируса и это вон там летит шумит вон а эх не приближает камера а Субтитры сделал DimaTorzok С водой тут тоже проблематично, поэтому буду топить снег, буду искать чистый снег Сегодня взял с собой под чай чайничек Поэтому сейчас буду резать ножовкой снег, грязный счищать Под низом должен быть чистый Вот, надо там внутри копать Воды тут даже поблизости-то и нету Даже где-то попадется хвоя, это ничего страшного Это не вирусы, ребята Это все природные антисептики В палатке уже достаточно жарко, можно вскипятить быстренько чай Прямо на печке Дров я наготовил, но этого, я думаю, на ночь будет мало Маленько попозже еще приготовлю Так как я еще хочу сегодня костер разжечь На улице Вот И пожарить, друзья, мясо Без мяса никуда не хожу в лес вообще Еще, кстати, нашел здесь небольшой кусочек чаги Сейчас я вам покажу Даже запарим, скорее всего, ребят, чагу Потому что чага, она более эффективная, чем этот чай Более полезная Печка у меня эконом мини Поэтому пилю вот такие вот дровишки Ну, она работает в экономном режиме Я вам покажу уже, друзья, маленько позже Так, сейчас сходим за чагой Пока я помню, где она есть И запарим чаек вкусный Я вам правильно, друзья, покажу, как правильно запаривать чагу Вот она Данная чага Вот такой вот нарост, ребят Смотрите, прям такой бодренький наростик Вот это настоящая чага Черная Вот ее и будем запаривать Сейчас я ее аккуратно срежу Вот, ребят, смотрите Вот она чага Вот здесь еще маленький кусочек остался Я его тоже, кстати, возьму Он черный Запариваю, друзья, не вот эту часть А именно вот эту черную Черную сверху часть Ее вот нужно запаривать А вот она и так ломается Вот, потому что вот эта часть Она горькая Которая желтая И она, в ней нет никаких витаминов Вот, видите А именно черную надо запаривать Вот мы сегодня прогуляемся Если что, маленько Вечерком по этому лесу Раз здесь есть чага Значит, она здесь и есть Она размножается Но размножается она, друзья На старых березах Это вот больная береза Видите, здесь небольшая расщелина такая И тут поселилась пора Одна спора от чаги И поэтому она начинает разрастаться Не взял с собой теплый пол Который брал с собой В палатку В Powerbird Ну что, пролетел маленько Получилось так, что Я думал, что я пойду пешком И все на себе унести Я просто не смогу, ребят Физически Вот, и на последней минуте Уже подписчик мой Написал мне в WhatsApp Что я могу тебя увезти Он собирался перед этим ехать в город Вот Ну и там планы у него изменились В общем И вот я, друзья Теплый пол как-то На последних минутах В общем, забыл Из головы у меня вылетел Ну ладно Взял с собой коврик Спальник На всякий случай Потом нарублю пихтовых веточек Растелю тут в палатке Или расстегну пол Под низ Положу пихтовые ветки Сверху Застелю пол Положу коврик Положу спальник В общем Ну и буду спать Как-то так Сегодня, кстати, взял с собой Планшет на Windows 10 Если в что Даже, может, сегодня И помонтирую, ребят Фильм В лесу Вот Вот тут есть Специальные органайзеры Что можно очень удобно уложить Хорошо придумали Можно любые вещи сюда Складывать И они не будут еще мешаться В палатке Вот Еды взял, ребят Как говорят Идешь на день Бери с собой На три дня Поэтому я еды сегодня взял с собой Очень много Взял такой Шмяк мяса В общем Сделаем сегодня, ребят Разожгем на улице Костер Сделаю Треногу И подвешиваем мясо Будем, короче, друзья Жарить И заодно Коптить его сразу Вот Будет, кстати, очень вкусно Взял с собой Сосиски с сыром Чаек Немножко конфет Сладенького К допингу Огурцы Помидоры Вот Ну, а сейчас, думаю Растелю спальник Чтоб На холодном Не сидеть А чтоб можно было Культурно Спокойно Не вовред Своему здоровью Как это сказать Посидеть Посидеть Полежать В палатке Достаточно уже Жарко Можно сказать Спать точно Скорее всего Сегодня в трусах Придется Ну, сейчас Первым делом Я заварю Чагу Да что за ерунда Вот Сейчас Постелю Вот так вот Пока Ничего Раскладывать Не буду Чтоб Можно было Культурно Нормально Отдыхать У нас там Вот такие конфетки Ну, газ Карамели Сейчас Попробуем Что за конфеты Почти как этот Марс Знаете Шоколадки Марс Вот Такие же В точь-в-точь Кипит Наш чайничек Значит Друзья Как я запариваю Данную чагу Сейчас я вам покажу Значит Чагу Первым делом Нужно Очистить Вот до таких Кусочков Маленьких Ну, можно Прям большую Запарить Но она будет Запариваться Очень долго Поэтому Вот Убираем Все желтое И Кидаем Наши комочки Но Кипятить Ее Не надо Ни в коем случае Ее Ребят Просто Нужно Запаривать Вот Берем Комочек И Отламываем Черное Только То есть Вот Но Только Чтоб Не было Бересты Вот Черное Кидаем Еще Раз Говорю Чага Настаивается Но Не Кипятится Потому Что Будет Невкусно Вот Вот Такие Комочки Я Друзья Запаривал Там По-моему Уже Многовато Ладно Еще Один Кину И Остальное Оставлю На Потом Вот Такой Маленький Кусочек Можно Использовать На Раза Два Три Раза Можно Запарить Вот И Все Сейчас Маленько Разойдется И Можно Снимать Ее С печки Чтоб Она Настаивалась То есть Все Вот Чайничек Снимаем И Дадим Ему Маленько Постоять Ну Где-то От силы Сколько Ну Полчаса Полчаса Минут Сорок Где-то Она Настоится И Будет Ребят Очень вкусный Чай От всяких Вирусов От всяких ОРЗ Также Данная Чага Лечит И Гастрит И Желудочные Язвы Кстати Вот Ну В общем Друзья Очень полезный Таежный Антибиотик Очень вкусный Маленько Сахарку И Жизнь Прекрасна Ребята Печка Прогорает Сейчас Подкину Еще Одну Полежку Вылезло Солнышко Это Самое Время Подзарядить Наши Гаджеты То есть Телефон Подзарядим Так Ну Вот Зарядка Пошла И Сразу Повешаем Его На Карабинчик Заготовил Друзья Несколько Брусков Это Я Приготовил Под Куксу Думаю Сделать Себе Чашечку Ну Ну Это У Нас Будет Скорее Сего Выйдет Ложка Вот Сейчас Будем Че Небудь Ребята Строгать Строгать Ну Заодно И чай Из Чаги Друзья Друзья У нас Готов Очень Вкусный Чаек Настоящий Таежный Смотрим Что У нас Тут Вот Такой Имеет Коричнево Черный Такой Оттенок А Какой Аромат Все Все Соки Ребята Березы Хотя Еще Сока Движения Нету Но Уже Где-то Друзья Близко Уже Береза Набирает С недр Земли Воду И Вот Такой Запах Знаете Даже Не передать Ребят Словами Кто Не пробовал Чагу Обязательно Спробуйте Такой Вот Черно Коричневатый Такой Желт Желта Маленько Оттеночек Сейчас Добавим Сахар Ребята Будет Что-то Будет Нечто Вкусное Какой-то Купил Ребят Сахар В магазине И Какой-то Сахар Несладкий То ли С тростника То ли Переработанный Уже Какой-то Не такой Сахарок Печка Работает В эконом Классе В эконом Режиме Так что Дров Много Пади Не надо Будет Готовить Вкуснотища С сахарком Это вообще Ребята Еще Можно Было Устные Бородатые Кинуть Антибиотика Было бы Мне кажется Еще бы Вкуснее Ну Сейчас будем Изобретать Что-нибудь Что-нибудь Попробуем Сторогануть Наверное Лучше Надо Вот так Чуточку Поставь Ну Вот Без Сучков Никуда Выбирал Вроде Выбирал Вроде Ровно Было А тут Раз И Вот Тебе Пожалуйста Сучок Откуда Не Возьмись Вылез Сейчас Маленько Построгаю Да Буду Кушать Делать Так как Уже Хочется Кушать Ну Ну Вот Где-то Вот Так Вот Вроде Ровно Снял Вот Такая Поверхность Тут Вот Небольшой Сучок Но Я Попытаюсь Его Обойти Конечно Потому Что Мне Сучки Не Нужны Так Ну Вот Такой Брусок Выстригал Сильно Сильно Много Долго Занимать Время Ваше Не Хочу Ребят Поэтому Буду Периодически Выключаться Потом Опять Включаться Ну А Сейчас Будем Намечать Наш Черпак А Потом Уже Делать Будем Ручку Вроде Получилась Поверхность Более Ровная Да Где-то Вот Так Примерно Делаю Все На глаз Ребят Нет У меня Ни Карандаша С собой Нечем Отметить Так Что Буду Делать Что Выйдет Ну А Там Посмотрим Буду Делать С березы Береза Сырая Удобно Резать Когда Высохнет Уже Резать Тяжелее Дерева Вот Одел Перчатку На всякий случай Я люблю Ложки Большие Поэтому Сам Черпак Я буду Делать Маленько Побольше Чтоб Можно было Хлебать Суп Нормально Ну Вот Почти Черпачок Наш Готов Там Маленько Такой Вырисовывается Узор То есть Сама Серцевина Надеюсь Что она Не лопнет Дерево Вроде Не мороженое Морозы У нас Уже Давно Спали Вот Ну а уже Потом Дома Обработаю Льняным Маслом Чтоб Оно Парализовалось Ну вот Такой Черпачок Вроде Ровно Не знаю Ребят Делаю На глаз Я говорю Я не мастер По резьбе По дереву А только Учуся Инструмент У меня Тоже Не моро С Китая С Алиэкспресс Обычный Вот Тут Косичная Уже Маленькая Строгается Приятно Сейчас Вот Только Надо Все Выравнивать Времет Время Немер Плект Время И Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот, ребят, нарисовывается ложечка. Почти всё ровно. Ещё несколько узорчиков здесь делаю, и будет готово. Ну вот, ребят, вот такой черпачок получился у меня достаточно ровный. Как можно больше везде всё поснимал, чтобы уменьшить толщину данной ложки. Ну и я думаю, будет достаточно удобно. Здесь сделал такой рисунок, потом привяжу сюда паракорд. Вот. Ну, сейчас ещё маленько подровняю. Ну что, ложка моя готова. Вот такой вот получился черпачок. Вот. Осталось дело за куксой, но время уже 15 минут пятого вечера. Мне надо разводить костёр, я ещё не обедал. Вот. Будем жарить мясо. Подвешиваем мясо, в общем, будем жарить свинину. Ну, а для начала, думаю, надо маленько что-то в желудок закинуть. А то что-то, ребят, у меня уже шкварчит там всё внутри желудка. Хочется кушать. Ещё вообще сегодня ничего не ел, ребят. Только вот чай, вот с чаги пью. И всё. Ну, а что с ложкой, друзья? Ложку я... Она у меня, короче, ребят, высохнет. И я её пропитаю полностью льняным маслом. Вот. Ну и буду брать с собой в походы. Вот. Ну, думаю, симпатичная получилась ложечка. Достаточно. Вот такая форма, ребят. Достаточно удобная. Можно вот так вот черпать её и кушать. Мне самому нравится. Главное, чтобы самому нравилось, ребят. Поднимается у нас небольшой ветер. Нашёл тут, кстати, когда шёл выворотень. Когда шёл, пилил заготовку. Вот. Нашёл выворотень. Интересный такой. Вот думаю, там черемшу бы покопать надо. Но с собой лопаты нет. Поэтому придём сюда в другой раз. Вот. Ну, а сейчас будем что-нибудь готовить. Так что на этом карминг мой заканчивается. Но если успею сегодня, то начну вырезать куксу. Ну, с куксой, думаю, заморочек будет больше, чем с ложкой. У меня на вот эту самую ложку ушло где-то полтора часа вырезания. Плюс строгание, вырезание. Топором ещё работал много. Получилось как ложка из-под топора. Вот такие дела, ребят. Так, мне надо прусик какой-то, чтобы быстренько пожарить пару сосисек. А потом уже начнём дальше работать. Вот такой вот кусман, ребята, мясо с собой взял. С килограмм. Ровно килограмм свинины. В общем, одна мякоть. Вот она у меня даже ещё и не растаяла толком. И взял сосисик вот таких вот пачку. Баварские какие-то с сыром охлаждённые. Вот не знаю, сейчас пробую обжарить. Пару штук обжарю. Остальное оставлю на попозже маленькое. Такие сосисончики у нас. Ох, ветрыща что-то на улице. Не к добру это дело, однако. Какой-то ветер подозрительный, ребята. Что-то надует. Хоть бы дождя не было, самое главное. Так, в принципе, и дождь мне не помеха. Палатка не протекает. Заодно и потестируем палатку нашу. В дождь я ещё не спал в ней, кстати. О, сейчас прям вот так вот. Пару штук мне перекусить хватит. Сейчас прям там подогрею маленько. Прям из печки. Горячий. Ммм. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот шмяк килограммовый Мы, ребята, будем с вами зажаривать Будет очень вкусно Так, ребята, неправильную идею я выбрал Для жарки мяса Я сейчас по-другому маленько сделаю Приготовлю его на вертлюге Потому что оно снизу жарится, а сверху нет Вот Поэтому я сейчас маленько другим методом Его сготовлю Я думал, оно будет со всех сторон Оно главное сверху жарится Снизу, то есть А сверху что-то ни в какую не хочет Поэтому приготовил вертлюг Вот И сейчас я его На вертлюге Я его сделаю Вот так вот Так вот мое мясо точно пожарится Одну сюда А другую сюда Вот Вот такой метод Будет более удобный Я хочу его приготовить Продолжение следует... 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 Ребята... С ней все бежит... Все смачные соки... Положить ее надо пока... лепота красота закрою пока двери чтобы не дуло что было теплее уже ноги подустали у меня сапогах болен как я пролетел с этим полом не знаю ребят куксу наверное буду не буду сегодня начинать делать хотя ее нужно если резать то нужно резать сразу вот но посмотрим потом уж и начнем сегодня а там уже по обстоятельствам но сейчас будем трапезничать ребята будем кушать обедать ужинать все вместе короче будем сегодня сделать сейчас я выложу сюда миска ой 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 вот это миска ребята это просто что-то это просто что-то так вот его отрезать о а внутри ребята грудинка не грудинка пирожка не пирожка короче не понятно такой напоминает уж как у горячего копчения что-то схоже вот уже темняется уже кипит во всю чайник ого печка до красна накалилась ни фига себе эх не уронить бы чайник самое главное хорошо нагрелся о а спьем горячий чай дальше посмотрим это просто жесть ну как в бане даже хрящий чайник бань ну вот и стемнело уже почти день идет на прибыль 19 минут 9 на улице еще маленько видно маленько светло сейчас уже думаю к 9 уже все уже темнота будет время уже дело к ночи попил горячего чая в общем и опять слышен где-то вдалеке какой-то шум скорее всего лай кто-то где-то лает как будто или собака или непонятно в общем ну сейчас буду укладываться спать и уже утром вам расскажу что было интересно и ну если конечно интересно и будет ночью то я конечно включусь ночью если попроснусь потому что сплю я ребят не так уж чутко что там от какого-то шума выстрела просто проснусь обычно я если короче ребят вырублюсь то все меня пулей не поднять вот ну а сейчас еще думаю кружечку горячего чая полную печку заряжаю ставлю эконом режим ну и буду укладываться спать ну а утром уже буду думать ребят что дальше делать может что-то что-нибудь еще построгаем с вами может быть куда-нибудь сходим не знаю смотря как с погодой будет а то тут ужасный сильный ветер качает кедра я еще палатку установил около скального массива здесь вот скальный массив такой и на этом скальном массиве вот куда я сегодня за дровами лазил там в общем ребят кедра ну кедра она ее видать ветром сломала напополам а макушка получается висит на елке вот если будет сильный ветер это кедра может на палатку свалить свалиться вот я как-то тоже не рассчитал это дело но сейчас переносить палатку с печкой конечно я не не буду никуда потому что и печка горячая ну в общем геморрой полный сейчас если чуть перетаскивать тут и вещи нужно складывать в общем буду спать ребят как можно чутко если у меня выйдет потому что нужно выспаться сегодня вот ну а там уже ребят посмотрим ладно мои дорогие всем до утра или до ночи ну там включусь а по обстоятельству ребят доброе утро вот ребята и скажите зачем я завожу будильник в выходные дни я бы сейчас спал и спал бы еще время пол десятого утра звенел будильник где-то часов 7 наверно ой кошмар и беда лег уже поздно лег уже где-то в часов наверно в 45 до монтировал ребят фильм смонтировал фильм вот что я снимал днем в общем здесь вот сразу через планшет тасс план с камеры на планшет короче с он с планшета на телефон скину вот ну ночь прошла спокойно никаких происшествий не было в общем стал за затопил печку дров как 5 утра как подкинул не подкладывал ребят больше только сейчас вот стал затопил печку подкинул пару полешек и она вновь вспыхнула вот но сейчас пойдем на улицу ребят на улице сегодня было холодно потому что в палатке образовался по низу небольшой конденсат вот сейчас будем вставать делать чайок сейчас приедут гости ко мне кстати писал по ватсапу сейчас павел который меня вчера вез вот мой подписчик кстати и сейчас приедет с сыном в общем будем знакомиться раз гости приедут надо напилить еще дровишек поставить чаечек поэтому будем ждать гостей встречать немножко заблудились мои гости иду их встречать где они есть только я не знаю павел короче ребята они ушли вообще в противоположную сторону заблудились заблудились доброе утро паха привет развели костер небольшой пашин сын и рубит дрова пилит и рубит не старайся бить в одну точку и и и Продолжение следует...